Дуняша, Тучка, Соня, Изюминка, Чита, Глаша и Люся. У каждой коровы в этом небольшом фермерском хозяйстве в Иванском районе есть имя. Здесь вообще все устроено с большой любовью к животным и своему делу. Вот хозяйка Наталья гладит козу-феечку, которая со дня на день станет мамой. А это будущий папа. Как выяснилось, он не переносит, когда кто-то кроме него есть в кадре. Свою ферму супруги Мухина построили в 2016 году. Сейчас в хозяйстве нубийские козы, 7 коров и куры. Основной упор сделан на молоко. В планах расширить хозяйство. Хотим пристроить ферму еще голов на 30, потому что также спрашивают еще не только молоко, но и спрашивают мясо. Хотим еще бычков завести. Хотим попробовать еще грант получить. Нам нужна техника, нам нужен еще один трактор, чтобы заготавливать сено, потому что с одним трактором это очень сложно. На достройку. И еще закупить поголовье племенного скота. В этом году администрация Ивановского района Мухиных поддержит. Их КФХ в числе 11 получателей средств из муниципального бюджета. Сумма больше миллиона. Общая сумма, распределенная между получателями. И вот это хозяйство, в котором мы сейчас находимся, является получателем двух видов поддержки. Это поддержка на реализованное молоко и несвязанная поддержка в области растеневодства. У хозяйства в собственности более 20 гектаров земли, на которых они выращивают корма для своих коров. Деньги, которые даст район, фермеры решили потратить на закупку кормов. Заготовленного хозяинам на зиму не хватит. А вот расширяться будут за счет федерального гранта. Если, конечно, повезет его получить в следующем году. Своими доходами не справятся. Предновогодняя встреча за чашкой чая фермеров и главы района уже добрая традиция. Все производители своим собственным трудом заслужили в этом году субсидии на компенсацию части затрат по тому или иному направлению. Диалог власти и сельхозпроизводителей выстроен уже давно. В первую очередь нужна была поддержка, субсидирование на начальном этапе развития крестьянско-фермерных хозяйств. Во-вторых, нужна земля свободная и нормальная земля. Не где-то там в болотах, в лесах, а все-таки земельные участки. Поэтому мы работали по нескольким направлениям. Первое было предложение это ввести субсидии молодым фермерам. И уже пять лет мы это делаем. За эти годы мы ее постоянно наращивали. Сейчас она уже больше миллиона рублей. Там тысяч по 50, по 40. Но так или иначе помогали купить скот и землю выработать. Потом пошли по какому пути? По паям. Очень много было паев, которые не прослуживались, земли зарастали, они не нужны. Мы сейчас просудили очень много паев. И фермеры приходят, и мы определяемся с ними, где им нужна земля. И уже паи им отдаем, продаем по низкой цене. А в крестьянско-хермерское хозяйство у нас несколько поселений бесплатно выдается земля. Как результат, только за последний год производство молока и поголовье крупного рогатого скота увеличилось в муниципалитете вдвое. Свою лепту в эту статистику внес фермер Вячеслав Лукичев. Хозяйство располагается в селе Тюрюково. Стадо 120 голов. За год буренок стало вдвое больше. Молока тоже. КФХ занимается глубокой переработкой продукта. Делают творог, масло, сыр. В этом году разработали свой бренд «Лукозорье». Это по фамилии. Дети придумали бренд. Они придумали по фамилии. У нас двойная фамилия в семье Лукичева-Зорина. Они придумали этот бренд сами. Дочка нарисовала макет коровок, макет с самой этикетки. И совместно вместе с детьми мы придумали этот бренд. И он стал уже семейным брендом «Лукозорье». На следующий год администрация намерена ставить поддержку в том же объеме. Правда, если будут дополнительные доходы и депутаты поддержат, то не исключено и ее увеличение. Елена Белова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.